Новой театральной постановкой порадовал зрителей Неницкий самодеятельный театр «Иллипц». В 20-летний день рождения театра в Большом зале Дворца культуры Арктика прошла премьера спектакля «Нервей» по мотивам рассказов Пелли Пунух и неницких сказок. На премьере побывала и наша съемочная группа. Полная тишина в зале. Идет премьера юбилейного спектакля Неницкого самодеятельного театра «Иллипц». Более чем на 40 минут зрители очутились в самом сердце тундры, где смогли наблюдать удивительную историю «Нервей». «Нервей» – это не только название спектакля, но и имя главной героини, роль которую исполнила Светлана Вокуева. «Это роль девушки, которая спасла семью. Девушка пошла, обманула богача и спасла семью тем самым». «Долго вживались в роль?» «Ну да. Честно сказать, да. Пришлось придумывать, как будет походка, как нужно переодеться. Все нужно было продумать до мелочей». И если Светлана Вокуева долго вживалась в роль, то ее партнер по спектаклю Альберт Ордеев, исполнитель роли обманутого богача Тетта, играл, как признается, на одном дыхании. «Если хочешь сыграть, только играй. Любой человек, если он хочет сыграть, он может сыграть. Тут нету никаких хитростей, тонкостей. Ну, это я понимаю, это профессиональные актеры. Они могут что-то сыграть, им надо в роль сживаться. Это профессиональные. А мы-то любительские. Такую любительскую игру высоко оценили не только зрители спектакля «Норвей», но и профессиональные жюри Всероссийского фестиваля «Охотчие комедианты» в городе Ярославле, который проходил в прошлом году. На родине первого русского театра артисты театра «Иллипс» выступили с пьесой Прокопия Евтысова «Самдова». Этот обряд Камлани завоевал не только диплом первой степени, но и диплом за лучшую режиссерскую работу. Как скажут потом зрители, они не играли, а словно жили на этой сцене. Живёт на сцене на протяжении уже 20 лет вместе с театром «Иллипс» и Серафима Дуркина. Она стояла у истоков создания самодеятельного театра. Ненецкий театр где только не бывал, за границей были, в разных городах, в фестивалях участвовали. Очень мне хорошо запомнился дни ненецкой культуры, в Ямал-Ненецком округе, в Салихарде. Ну вот тогда, когда мы выступали, там говорили, что вот театр, вот истинно такой ненецкий театр, который даёт культуру. У нас театры, все стильзоны, а у вас всё по-настоящему. Такого творческого успеха, по словам Серафимы Дуркиной, удалось достичь благодаря общей любви к родной культуре всех участников Ненецкого самодеятельного театра. А это почти 30 человек в возрасте от 5 до 75 лет.